Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Записываем по теме «Жития святых во свете Библии», чтобы смотреть открытым оком. Вопрос 1962. Почему проповедь была в таком пренебрежении, что ее ни во что ставили, и скрывались от людей те, кто хотел спастись? Ответ. Были редкие исключения из этого всеобщего правила, когда за проповедь бились и даже наказывались те, кто мешал проповедовать. Матфея 23.32. Дополняйте же мир отцов ваших. Акакий 17 апреля. Однажды в другом храме, в селе, не называемом Самуре, тот же добрый пастырь словесных овец предлагал духовную пищу своему стаду, проповедуя Слово Божие. Во время его беседы с народом множество бывших там ласточек своим громким криком заглушали голос святого и мешали народу слышать слова его. Так что иногда почти совсем не было слышно слов, исходивших из богоглаголевых уст епископа. Тогда, остановившись на короткое время среди беседы к людям, святой обратился к ласточкам и повелел всем именем создателя умолкнуть и прекратить свой крик. И тотчас ласточки умолкли, будучи не в состоянии произвести ни одного звука, и совершенно улетели оттуда, оставив свои гнезда. С того времени ласточки не вели там гнезд. Если какая-либо из них случайно прилетала к тому храму, то не могла здесь щебетать. Но, как внимая, немного полетавшая около храма, улетала оттуда, как бы кем гонимая. Федора Священный. 16 мая. Федора Священный отличался не только добродетельной жизнью, но и особенным даром слова и познаниями в священном писании. Святой Пахомий однажды поручил ему сказать братьям поучения в день воскресный. Федор без всякой гордости занимает место Пахомия и произносит поучения, считая для себя законом волю старца. Сам Пахомий с глубоким вниманием слушал одушевленную речь своего ученика, заняв место в ряду всех монахов. Но некоторым из иноков не понравилось, что Федор так молодой, этот инок, учит их вместо Пахомия. У них явилась сильнейшая зависть. Они даже оставили собрание, а кончилось поучение. Пахомий призывает ушедших от поучения монахов и упрекает их в том, что они по своей гордости не стали слушать поучения Педора. Между тем, как об этом он сделал распоряжение при них же. И к тому же он сам внимательно используя для души слушал речь своего ученика. Пахомий уверял их, что они не получат никакой милости от Бога, если не принесут искреннего покаяния. Конечно, многих вразумила строгая речь старца. Многие приняли его совет изгонять из сердца зависть и гордость. А однако были и такие иноки, которые после обличения старца еще сильнее возненавидели Федора. Так что даже не могли спокойно смотреть на него. Вот я хочу сказать, по отношению меня православные батюшки точно так себя ведут. Ничего не могут показать, не доказать, но лютуют. Аполлинария 23 июля. И святой лежал близ города и непрестанно учил о имени Иисуса Христа. Приходили к нему многие богобоязненные люди и прислуживали ему. Умножавшиеся в числе от проповеди святого верующие создали небольшую церковь недалеко от города, на морском берегу. И совершал в ней архиерей Божий святую литургию и, обращающийся ко кресту Богу, крестил в море. Спустя несколько лет святой был прогнан неверным и отправился в италийскую страну Емилию. И здесь проповедью, кого только мог, приводил к святой вере. В это время по его повелению управлял церковью пресвитера Калакир. Являл и тот великий знамение силу имени Иисуса Христа. Пробыв достаточно времени в Емилии и обратив многих ко Христу, святой Аполлинарий опять вернулся в Равенну, где верующие приняли его с радостью. Крестилась девица с матерью, и все домашние, и всех принявших крещение душ обоего пола было 324. И многие другие из язычников уверовали во Христа и крестились. Правитель же Руфин, хотя и уверовал во Христа, но страха ради перед Цезарем не принял крещение, но втайне любил святителя Божия и служил ему. Дождь же его посвятила себя Иисусу Христу, обручив себя Ему, как невеста, и прибыла девою в течение всей своей жизни. Коприй, 9 июля. Когда однажды он рассказывал собравшимся к нему братьям на пользу душ их о жизни преподобного Патермуфия и о других святых, то один брат, не доверяя его рассказам, не слушал его и задремал. Но во время сна своего он видел в руках святого Коприя книгу, написанную золотыми письменами, из которой он и рассказывал нечто братье. Около него стоял святозарный муж почтенного вида, украшенный сединами. Этот муж, грозно взглянув на дремавшего, сказал, «Почему ты не веришь тому, что говорится, и не слушая дремлешь?» Брат, воспрянув в ужасе от сна, точно сказал другим о том, что видел, и с тех пор стал с верой и вниманием слушать все беседы святого Коприя. Вопрос, 1963. Из гонителя Савла получился апостол Павел. А из монахов, отшельников, получались ли Павлы, проповедники? И наоборот, из проповедника уходил ли кто вновь к молчалиществу и к скрытности в пещерку? Ответ. Из монахов отличные получались проповедники, и этими примерами полна история. Но если они там были не более 5-7 лет, есть какой-то критический срок, за которым уже начинается деградация преступника. Он уже не может войти в нормальное общество, реабилитация почти невозможна после 7 лет изоляции от общества. Это же самое наблюдается и в жизни отшельников. Так очевидно и в монашестве. Он уже вошел в ту волну, когда его тянет, всасывает, как в черную дыру. Он перешел где-то тот рубеж, за которым только остаются его ерем и инощества, и полное онемение и омертвение. Описание этой кары Божией над языческим гордецом царем исключительно сильно похоже на жизнь отшельников в пустыне. Хотим мы это заметить или зажмурим глаза на эту историю. Даниил 4, 13-22 Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росой небесной ты будешь орошаем. И семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет. Вот примеры. Мартин Милостивый, 12 октября. Он не обучался наукам, довольствовался лишь одним учением Христовым. Будучи 12 лет, он возымел благочестивое желание сделать с отшельником, подражая уединенной подвижнической жизни святого Антония. Но Бог судил иначе, дабы тем очевиднее явлено было его благочестие еще до просвещения в купеле Крещения. Достигнув родного дома, Мартин застал родителей живыми. Отец его отнесся к нему весьма недружелюбно и остался непреклонным к его проповеди. Но мать его склонилась на его убеждение, была просвещена с цветом Евангелия, равно как и многие другие жители его родного города. Но успех евангельской проповеди святого в Сабарии был непродолжителен. Он отправился в Италию и, остановившись в Медиалане, построил там себе отшельническую келью. Но и отсюда, после всевозможных гонений и оскорблений, был изнан арианским епископом Афксентием. Тогда святой решил сделать с отшельником на уединенном скалистом острове Галинарии. Оттуда потом переселился на Капрарию, которая была совершенно безлюдной, так как была вся переполнена ядовитыми змеями. Там он жил в подвигах богомыслия и молитвы с одним лишь сотоварищем, питаясь одними пустынными растениями. Некоторые под его влиянием отреклись от суетного мира, посвятив себя всецело служению Богу и пустынным подвигам. Пустынным подвигам. Вот выражение-то какое? Даже вообразить нельзя. Пустынным подвигам. Обитель святого Мартина в короткое время процвела и прославилась, явившись первым монастырем в Галии и сделавшись знаменитым рассадником всей стране инощества. Он сам ясно видел истину Христова и твердо был убежден в ней. И с той же ясной ее живостью, простотой и убедительностью умел сообщать и разъяснять ее верующим и неверующим. Он любил получать притчами, которые производили сильное впечатление на слушателей. Возведенный на святительскую кафедру и святой Мартин нисколько не переменился. По-прежнему был для всех образцом глубокого смирения. Довольствовался простою одеждой, самой скудной пищей и большую часть времени посвящал иноческим подвигам, удаляясь от мира и стремясь к безмолвию. Недалеко от города он избрал себе дикое и уединенное место для своих иноческих подвигов. Место это было закрыто скалами и с одной стороны рекой Луарой. И доступ к нему возможен был только по одной тропинке. Здесь святой Мартин построил деревянную келью. Возле него стали селиться также и другие подвижники благочестия, искавшие пустынной жизни. Искавшие пустынной жизни. Как будто никогда Евангелие в руках не держали. Господь говорит, идите по всему миру и людям проповедуйте. А вот к ним пришли, значит, это, говорит, эпидемия была. Он просто через это выявил, что страна была уже этим заражена антиевангельским духом. Сидели, сидели и прошляпили мусульманство. Полностью. Два миллиарда мусульман были бы православными. Чего непонятно-то? Одни строили себе такие же хижины, другие выдалбливали себе пещеры в горной скале, чем занимались. И таким образом собралось около святого Мартина до 80 братьев. И образовалась новая иноческая его обитель. Она называлась монастырем Мартина. А также большим монастырем и впоследствии Мармутье. Братья жили в безусловном послушании и, по большей части, в безмолвии. Из всей обители вышло немало епископов, много потрудившихся в деле распространения христианского просвещения среди язычников. Он ходил по окрестным странам, уничтожая языческие капища и вырубая священные деревья идолопоклонников, строил церкви и наставлял язычникам вере Христовой. Евангельская проповедь святого Мартина имела тем больший успех, что сопровождалась нередко знамениями и чудесами, которые совершал святой силою Христовую воочию всех неверных. Афанасий Афонский, 5 июля. За такое трудолюбие Афанасия любила все братья. Так что в течение четырех лет он показал себя совершенным в вынической жизни. Затем преподобный отец повелел ему проводить жизнь в безмолвии, в келии, находившейся в пустыне, и отстоявшей от обители на одно поприще. Между тем старец, призвавший Афанасия, приказал ему снова предложить пришедшему учительное слово о спасении души. И устами святого действовала благодать Господня так, что слушающие речи его умилялись, сокрушались сердцем и плакали. Да и сам старец изумлялся благодатью по учению, исходящей из уст Афанасиевых. С этого временного и начальник Никифор и Патрици Лев весьма полюбили блаженного Афанасия. И, уединившись с ним, Никифор открыл ему свое намерение, говоря, «Отче, я желаю устраниться от мирской бури, избегнувшись житейских забот, служить Богу в выноческом безмолвии». Это желание и намерение окрепли у меня главным образом под влиянием Твоих благодоверных речей. И я питаю надежду с помощью Твоих святых молитву получить желаемое. То есть то, что проповедовали, говорили, это как бы вкраплялось в иночество. Иночество – это главное. Но ни одного слова нету в Евангелии. Ни одного. И как это можно было не видеть? Вопрос 1964. Встречаются ли в житиях случаи, когда Бог видением или громом выгонял людей, могущих проповедовать Евангелие из их нор, дабы данный им талант, зарытый в углу пещерки, не повлек бы их в пропасть? Ответ. Произошла чудовищная подмена Христа земными людьми, совершенно не смотрящими в Слово Божие. Они достигали здесь созерцания, ступени совершенства отладили и шли по ним, трудясь тяжко и неуверенно. 1 Коринфянам 15.10 Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. В чем было-то тут апостола? Конечно же, в проповеди. Он говорил день и ночь. Как могут монахи себя видеть в учениках Павла, если у них совершенно иная, иноческая задача не проповедовать, а перемолчать, пересидеть, переголодовать в горах? Господь многократно спрашивает отступивших, как долго будут они пребывать в упорстве и поступать по прихотям своего сердца? Трудно ли приложить монахам эти вопросительные слова к себе? Долго ли вы будете поступать по своим человеческим вымыслам, пренебрегая прямое указание мое идти в мир с благовестием о любви моей? Исход 16, 28. И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Третье царство, 18, 21. Долго ли вам хромать на об колено? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. И мы можем спросить Господа, долго ли будут монахи уводить людей от активной жизни во Христе в пустыне и в монастыри? Исайя 6, 11. И сказал я, надолго ли, Господи? Он сказал, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля это совсем не опустеет, до тех пор будут монахи вылавлять людей. Иеремия 23, 26. Долго ли этот будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Иеремия 31, 22. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Григорий Палома, 14 ноября. В другое время, в состоянии молитвенно-богомыслия, Григорий впал в легкую дремоту. И вот ему представилось, что в руках его сосуд чистого молока, переполненный настолько, что оно переливалось через край. Затем молоко это приняло в вид виноградного вина, которое, переливаясь через край сосуда, омочило его руки и одежду, распространяя кругом дивное благоухание. Ощущая его, Григорий исполнился святой радости. Явился ему святозарный юноша и сказал, «Почему не передаешь ты этого чудного питья, оставленного тобою без толстодолжного внимания? Вино это не истекающий никогда дар Божий». «Но кому же передавать себе питье, когда нет нуждающихся в нем?» спросил святой Григорий-то. «Хотя в настоящее время действительно нет жаждущих всего питья», возразил юноша. «Но ты все-таки, исполняя долг свой, должен не пренебрегать даром Божиим, в надлежащем пользовании коим владыка потребует от тебя отчета». При всех словах дивное видение окончилось. Вот видение надо, а без видения он и не знает, что надо идти к народу. Святой Григорий столковал его в том смысле, что молоко означало дар слова обыкновенной, понятной для сердец простых, ищущих духовного наставления. А превращение молока в вино означало, что со временем от него Вышняя воля потребует более глубокого наставления, высших истинных веры Христовой. Кирилл, 11 мая. В этих беседах Мефодий почти не принимал никакого участия, так как был меньше обучен, чем Константин. Он, как бывший воевода, лучше знал, как обходиться с народом, чем как вести ученые беседы. Поэтому Константину, который с малых лет был искусен в науках, хорошо знал священное писание, и был хорошим проповедником, готовым дать ответ на всякий вопрос, пришлось одному вести беседы о вере. Мефодий же помогал Константину своей богоугодной молитвою. Алипий столбник, 26 ноября. За 14 лет до кончины многие его были поражены лютой болезнью, так что все это время он не мог стоять, и до самого своего представления лежал на одном боку. Когда ученики святого хотели перевернуть его на другую сторону, он не позволял им, но терпел все, как второй его, благодаря Богу, к которому отошел с радостью. Профессиональная болезнь сгниет на одном боку, но не пойдет. Упрямство было железное, не человеческое. Ноги болели-то от чего? От того, что стояли на одном месте. Служба там часами. Вопрос 1965. Какое основное качество отличает первых христиан и тех, кто стали принимать на себя звания иные, ангельские? Ответ. Любовь ко Христу и к ближним. Те христиане были переполнены желанием донести истину воскресшим Искупителям до самых концов Вселенной. Они умирали за это. Их казнили за проповедь. Проповедь – это выражение подлинной любви к Богу и к людям. Но когда стали учить, что нужно дать некий обет, буквально заклясться, что ты не выйдешь из-за стен монастыря, что тебя абсолютно безразлично учат с тех, кто ни твоего круга, ни инок, ни монах, вот это-то и было вершиной нелюбви к Богу и к людям. Пренебрежение заповедью Христа, идти в мир с проповедью. Вот пример. Вчерашний распинатель стал апостолом. Благодаря проповеди и встрече со Христом, голос высший при самом обращении Саула возвестил о его дальнейшей жизни и назначении. И он всею жизнью старался это выполнить, видя это высшую любовь. Когда он задел проповедь, полагал жизнь. И какой голос, от кого, всегда раздавался тем, кто желал спастись. Но этот голос гнал их в пустыне, и там замораживал, как тибетских йогов, впадающих в анабиос пещерный. Деяние 22.21. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам, не далеко в горы сидеть, а именно для проповеди. Какой же голос отшельникам говорил бежать как можно дальше в пустыню и гнал их все глубже. Когда их находил кто-то, они тут же срывались и снова искали еще более глубокую яму и пещеру. Но наш Господь не изменяет свои намерения относительно способа спасения людей. Евреям 13.8. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Лука 4.42. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Высоко в горы лезут только бесы и люди, которых называют альпинисты, и они там срываются в пропасти, как козлищи. Господь наш уходил для молитвы в пустыню и тут же возвращался с победой. Если же не возвращаются, значит, дьявол их там проглотил. Матфея 4.1. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. Лонген. 16 октября. Предание же церковное к засвидетельствованному в Евангелии прибавляет, что Лонген был тот воин, который пронзил ребра распятому Господу Иисусу Христу и от иссекшей крови и воды получил исцеление больных глаз своих. Тот же Лонген был в числе стражей, приставленных пилатом к животворящему телу Иисуса Христа, лежавшему во гробе. Когда же Господь преславно воскрес от гроба и своим чудным восстанием навел на стражу ужас, тогда Лонген и два воина окончательно уверовали во Христа и сделали с проповедниками воскресения Христова, ибо они возвестили пилату и архиереям обо всем происшедшем. Архиереи и старейшины, устроив совещание, дали воинам довольно денег, чтобы они утаили воскресение Христов и сказали, что ученики Христа, пришедшие ночью, украли его, когда они спали. Однако Лонген денег не взял и утаить чудо не захотел, но еще усерднее стал свидетельствовать о нем, и свидетельство было истинным. Посему Пилаты, все иудейское сонмище, возненавидели Лонгена, и весь гнев свой, который они прежде имели на Христа, обратили теперь на Лонгену. Лонген открыто проповедовал о Христе, что Он есть истинный Бог, и что Он, Лонген, был самовидцем животворящей смерти Его и воскресения. За сие свидетельства, Лонген подвергся ненависти и гонению со стороны врагов Иисуса Христа, которые стали изыскивать причину, чтобы погубить Его, но не находя за Ним вины, не решались, потому что Лонген был старейший из воинов, человек честный и известный самому Кесарю. Когда же Лонген узнал об их зломномерении, то восхотел лучше быть отверженным от них и остаться со Христом, чем жить в селениях иудейских. Он оставил свой воинский сан. Вот пример. Оставил свой воинский сан, одежду и пояс. Вот этого никак не хотят православные видеть. Когда говорят, ну а как же Корнили? Ну Корнили оставил, Лонген, а они оставили все. А потом христиане полезли, стали служить в языческой армии, убивать людей тысячами. А теперь их канонизирует одежду и пояс и, взяв двоих друзей своих, которые имели такую же ревность по Христе, уклонился от народного обещания и посвятил себя на служение единому Богу. Пошел со своими друзьями в Каппадокию. Там он стал проповедником и апостолом Христовым и многих обратил от заблуждений к Богу. Вскоре сделалось известно всему собранию Иудейскому в Иерусалиме, что Лонген распространяет свое учение по всей Каппадокии и проповедует о воскресении Христовым. Мартин Милостивый, 12 октября. И вот по внушению Святого Духа он громко начал свою пламенную проповедь, возвещая Божие Слово язычникам и часто вздыхая из глубины души, что такое множество народа не знает Господа Спасителя. Василий Великий, 1 января. Беседы как на Шестоднеев, так и на Псалмы говорены были в храме и потом наряду с изъяснением заключают в себе увещание, утешение и поучение. Григорий Богослов так отзывается о достоинстве творения Василия Великого. Везде одно и величайшее усложнение это писание и творение Василиева. После него не нужно писателям иного богатства, кроме его писаний. Вместо всех один он стал достаточен учащимся для образования. Макарий Египетский, 19 января. Однажды преподобный Макарий пошел из скита в Нитрийской горе с одним из учеников своих. Когда они уже приближались к горе, преподобный сказал своему ученику «Пойди немного впереди меня». Ученик пошел впереди, преподобный встретил языческого жреца, поспешного идущего ему навстречу и несшего большое бревно. Увидев его, инок закричал «Слышишь ли? Слышишь ли? Ты, демон! Куда ты идешь?» Жрец остановился и сильно побил инока, так что он едва остался живым. Сватив затем брошенное было бревно, жрец убежал. Спустя немного времени встретился преподобный Макарий, который сказал ему «Спасайся, трудолюбец, спасайся!» Удивленный такими словами преподобного, жрец остановился и спросил его «Что хорошего ты усмотрел во мне, что приветствуешь меня такими словами?» «Я вижу, что ты трудишься», отвечал преподобный. Тогда жрец сказал «Умилился я очень от твоих слов-то, ибо я вижу через это, что ты человек Божий». Вот перед тобой встретился со мной другой инок, который бронил меня и я и сколотил его до смерти. И с этими словами жрец припал к ногам преподобного, обнимая их и говоря «Не оставлю я тебя очень до тех пор, пока ты не обратишь меня в христианство и не соделаешь иноком». Потом окрестив его, они сделали его иноком. И ради него множество язычников обратилось в христианство. Серафим Саровский 2 января Блаженному иерманаху Тимону, верному ученику своему подвязавшемуся в Надеевской пустыне, причем преподал ему последнее душеполезное наставление. Сей, повторял он ему, «Сей, о Тимон, данную тебе пшеницу, сей на благое земле, сей на песке, сей на камне, сей при пути, сей в тернии, все где-нибудь да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле, да не истязан будешь от господина своего, но отдавай его торжникам, то есть куплю делают. Пусть». Побывал и в том небольшом между стеной келье и печку помещении, где угодник Божий часто подвязался в молитвенных трудах, и куда едва мог войти один человек, оставаясь там в стоящем или колено-преклоненном положении, ибо присесть или облокотиться нельзя было там никак. Григорий Армянский 30 сентября он устроил множество монастырей, в которых с успехом процветало дело евангельской проповеди. Так все благоустроив, святой Григорий удалился в пустыню, где, угождая Богу, и окончил свою земную жизнь. Так уверовала Армения во Христа. Иоанн Богослов 26 сентября Святой Иоанн начал проповедовать им о Христе, обличать их пресчение, и многие из них уверовавшие крестились. После всего вышел Иоанн на торговую площадь, где собрался к нему почти весь город, чтобы слышать Слово Божие. От старости он не имел уже сил проповедовать Слово Божие, даже и в окрестностях Ефеса. Теперь он только поучал епископов в церкви и воодушевлял их неустанно учить народ Слово Евангельскому. А особенно помните проповедовать первую и главную евангельскую заповедь, заповедь любви. Кроме великих трудов по распространению христианской веры среди язычников, святой апостол Иоанн послужил Церкви Христовой еще и трудами письменными. Он описал в Святой Евангелии три послания и апокалипсис или книгу откровений. Спевсиб 16 января Святой Поликарп Епископ Смирский ученик святого апостола евангелиста Иоанна Богослова желая подействия Духа Святого умножить славесное стадо верующих во Христа послал в различные страны своих учеников с тем, чтобы они безбоязненно проповедовали всюду Слово Божие. Вот это почему в пример не берут Кадрат 21 сентября Своей проповедью многих он привел к свету Бога по разумию. Калистрат 27 сентября Сюда принес он драгоценный бисер веру во Христа которым обогатил сына своего отца Калистрата и всех домашних своих передавая им о Христе Иисусе все, что видел своими очами и что слышал от апостолов. Алфея апостол 26 мая Святой апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума но где он проповедовал Евангелие неизвестно. Лукельян 3 июня однажды блаженный Климент исполненный Духа Святого сказал о возлюбленный брат мой Дионисий видишь как обильная жатва Господня посева в язычниках и как мало делателей в слове проповеди Божией а так как ты вполне научен православной вере и достиг совершенства в добродетелях христианского закона то прошу тебя иди в западные страны для имени Господа нашего Иисуса Христа как добрый воин его ополчись против врагов Господа нашего и побеждай их силою укрепляющего тебя Бога. Святой Дионисий от всего сердца согласился на это и тогда блаженный Климент начал ему искать и собирать друзей помощников и сослужителей благочестивых и премудрых сияющих святою жизнью между ними избрал он и святого Лукьяна поставил его епископом и подружил с святым Дионисием чтобы ему он был спутником и сподвижником в проповедании Слова Божия прочим же отцам в духе святом учителем и наставником устроив так блаженный Климент приветливыми словами утверждал избранный говоря идите прелюбезные братья идите непобедимые воины Христовы и как Господь прибыл со святыми отцами нашими апостолами и с их сподвижниками тогда прибудет и с вами проповедниками его святого имени ибо многое и не счетное число народа из язычников будет вами приобретено для Господа и введено в ограду его Лука 18 октября прибыв в Рим святой Лука также находился при царе при апостоле Павле и вместе с Марком Аристархом и некоторыми другими спутниками апостола проповедовал Христа в этой столице древнего мира в Риме же святой Лука написал свое Евангелие и книгу деяний святых апостолов святой апостол Павел руководил всем дели всем и потом одобрил написанное святым Лукой и Евангелие точно так же и книга Деньянь апостольских написана была как говорит церковное предание по повелению апостола Павла по кончине апостола Павла святой Лука как говорит церковное предание благовествовал Христа Апостол Павла в Италии и Галии и в особенности в Македонии в которой он и прежде трудился несколько лет а также и в соседней с Македонией Ахаи уже в глубокой старости апостол Лука предпринял путешествие в отдаленный Египет и перенес здесь много трудового огорчения ради славы святого имени Иисусова он пришел в Египет пройдя предварительно всю Ливию и в Египте в Фиваиде многих обратил ко Христу Аполлинари 23 июля пришел в Антиохию и Рим здесь вначале вшедшего иудейское собрание он назвался иудеянином и стал возвещать учения об Иисусе Христе доказывая свидетельством пророческих книг что Христос есть истинно Сын Божий пришедший для спасения рода человеческого он поведал о всех чудесах Господа Иисуса которые он сотворил среди Израиля когда святой апостол Петр ежедневно проповедовал таким образом в сонмище иудейском многие из иудеев уверовали во Христа и не только из иудеев но многие из римлян слышат проповедь апостола с радостью принимали его слово говоря Бог взыскал род человеческий пославший сына своего для обновления мира и у веру во Христа крестились немало времени спустя святой апостол Петр обратился к ученику своему Аполлинарию пришедшему с ним из Антиохии с такими словами вот ты хорошо наставлен в познании Христа Сына Божия и вполне уведал все его божественные деяния и так прими освящение Святого Духа и иди в многолюдный город Равену и ничего не боясь проповедуй там имя Иисуса Христа Аристион 3 сентября все святой Аристион был епископом Александрии Приморской он ревностно пропадал о Христе его спасительных страданиях смерти и воскресения а также поучал народ о том что все на земле тленно и скоро приходящее а вечные нетленно только будущее небесное благо за такое учение он был приведен на суд к правителю города Александрии и после того как исповедовал Христа истинным Богом осужден был на сожжение и всем ученическом подвиге окончил свою блаженную жизнь вопрос 1966 Богу нашему слава аминь